Мемориал «Карта героев» сегодня ухожен и готов для посещения. Общественники, депутаты городского маслехата и представители СМИ несколько лет на всех уровнях поднимали вопрос о капитальном ремонте мемориала. К 70-летию Великой Победы здесь провели реконструкцию и обновили надгробие фронтовиков. «Карта героев» сегодня находится на балансе города. Но и жители Шимкента, начиная со школьников, всегда активно участвуют в субботниках. Для Юлии Другала, которая живет неподалеку от «Карты героев», прийти и поклониться воинам стало уже традицией. «С внуком приходим, да. Ну, почитаем, поздороваемся, попрощаемся. За нас кто стражался, родину нам сохранили. Конечно, надо ходить, помогать, убирать». Здесь покоятся бойцы самой кровопролитной войны в истории человечества. Узнать их историю такую цель поставила перед собой журналист Елена Бояршинова. Поиски нашей коллеги увенчались успехом. Елене удалось узнать подробности о 63-х солдатах Великой Отечественной. «Картой героев» мы занялись, наша редакция, в 2010 году. Появилась, тогда появилась база, мемориал, объединенная база данных. То есть она появилась для открытого доступа. Я в ней зарегистрировалась и появилась возможность в ней работать. Вот благодаря этой базе мы нашли полностью всех похороненных на карте героев. Мы списывались с Подольском, с Генеральным архивом Министерства обороны России. И, наверное, это было первое письмо официальное, которое получил наш Акимат на имя городского Акима от Подольска, от Минобороны России с просьбой признать карту героев частью воинского мемориала. На фронтах Великой Отечественной войны воевали около 140 тысяч наших земляков. В память о героях в честь 72-й годовщины Великой Победы в Шымкенте четвертый раз планируется провести шествие Бессмертного полка. Оно пройдет во многих странах мира и в городах Казахстана, включая столицу Астану. С инициативой шествия Бессмертного полка в свое время выступили томские журналисты. В Южном Казахстане первыми ее поддержали журналисты газеты «Рабат» и всего нашего медиахолдинга. С 2014 года «Рабатовцы» являются координаторами этого мероприятия. Мы написали письма Акиму города, письма Акиму области. Почему именно мы? Может возникнуть вопрос. Я просто напомню, что официальным инициатором и координатором проведения Бессмертного полка является газета «Рабат». Мы ни в коем случае не присваиваем никакие лавры. Мы просто координаторы и все. Узнав о том, что власти включили шествие Бессмертного полка в программу празднования 72-й годовщины Победы, «Рабатовцы» порадовались. Ведь память о героических подвигах воинов мы должны донести до будущего поколения. И слова на мемориале «Никто не забыт» и «Ничто не забыто» вечны, как вечно память о героях. Это праздник с единою нависка, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы.